окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зодия на аппарате за шоа берег запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение я взял в руки геймпад попробуем поиграть с его помощью потому что приседание на кнопке c меня абсолютно не устраивает итак мы с вами вышли в новое место здесь новые обломки лодки так там я вижу бутылку но туда мы тоже сходим так наверное не смогу сюда к обломкам подойти ну да давайте вначале сходим сюда в правую сторону так что здесь вообще ничего нет ну похоже что так здесь я не проползу даже в присев значит нам только туда так ну там тот метеорит разноцветный который мы уже видели ничегошеньки день тридцатый эллиот пытается собрать сломанные части на лодке которую мы нашли если мы удастся его построить у нас может быть шанс сбежать отсюда надо хотя бы попробовать в нашей команде осталось только трое человек мы не можем позволить себе больше тратить здесь время как будто в этом месте существовало время я думаю что начинаю терять рассудок я слышу свое дыхание после того как пронзительный звук пронзает мои уши если ты это читаешь не ищи нас так до этого нам писали что что нужна наша помощь найди нас и так далее а теперь наоборот не ищи нас уже поздно так а здесь уже довольно таки большое судно мы не осмеливаемся ходить по берегу когда приходит ночь что-то во тьме видимо следует за нами с огромной скоростью мы спрятались в маленькой пещере нам пришлось остаться там до конца ночи мы начали бояться что мы более не в безопасности на этом острове нам нужно покинуть его но судя по всему все работает против нас судя по всему его длинные тентакли очень сильная булыжник впереди него раскололся на куски всего лишь от одного удара моя в другая часть рассудка говорит мне что я должен остаться позади и изучать их а другая часть говорит что я должен покинуть это место прямо сейчас Джон один из членов команды нашел камеру если мы сможем заставить ее работать мы должны попробовать взять несколько фотографий сделать несколько снимков так а вот еще записки есть но на них вот навестись нельзя какой-то резюмец так ну то что в воде находится то бессмысленно осматривать туда я пройти не смогу у него глаз посередине и он выглядит как органическая звездоподобная фигура так тут я ничего не пропустил ну мы в принципе приближаемся к той лодке целой в которой мы через телескоп с маяка видели человека человек заметил что мы за ним наблюдаем и сразу же спрятался так что неизвестно как он к нам отнесется вполне может быть что даже враждебно может быть он тоже уже сошел с ума здесь кто его знает и 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 Просто ракушки всякие, ракушки, ракушки. О, фотография. Эх, щеночек. Щеночек лопоухий. Так, а что вот это такое? Глядя на игрушку моей дочери, я был в некотором роде счастлив, но я не могу отвлечься от мысли, что она была захвачена одним из этих существ. О, вырезана папа. А, так это лодка. Вот что, это лодка такая. Игрушечная. Так, невидимая стена, понятно. Так, уже вижу бутылку, отлично. Привет. Это не моя вина. Здесь уже умер человек. Джо говорил о тени, шепчутся между скалами. Мы не можем больше оставаться на этом острове. Нам пора уходить. Получено достижение. Считатель. Так, стоп. Получается, мы туда можем пройти, а то мы выйдем. А, так я могу здесь вот так вот обойти, в принципе. Нет, я не могу. Невидимая стена. Почему я не могу? Вот же ж. Невидимая стена. Вот так, по крайней мере, можно пройти. Хорошо. А что там? Какая-то пещерка. А ну-ка давайте взглянем. Одним глазком. Или двумя. А. Так, с тобой что-то можно сделать? Осмотреть тебя как-то? Или здесь ничего нет? Похоже, что здесь ничего нет. Уединение и покои – это то, чего ищет душа после освобождения. Неужели они умерли напрасно? Похоже, их убили. Ужасный способ найти уединение. Что бы ни представляла эта странная статуя, похоже, они это оценили. Опа, и смотрите, чудовища там даже не одно, два. Вот там вот, получается, два чудовища было, и их убили. То есть, предсмертные снимки получились прямо. А почему камера туда повернута? Должна же быть повернута туда. Вот так вот их сфотографировали, и сразу же в этот момент их убили. Прямо в кадр попали два чудовища. Немного странно получилось. Камера не должна быть развернута. По идее. Так, дальше мы пройти уже не сможем, да? Прыжок. О! Эта кнопка раньше не работала, а я первым делом проверил все кнопки на геймпаде. Она не работала, а теперь нам дали возможность прыгать. Может, мы сможем потом вон туда пройти? Эй! Есть здесь кто-нибудь? Да выходите, не бойтесь, я вам не враг. Так, тоже берем с собой, может пригодится. Там горелка для приготовления еды. Ну, в принципе, вот и все, да? Больше здесь осмотреть-то и нечего. А человека нету. Так, стоп, я могу как-то наверх забраться здесь? Нет? Там вроде ничего нет вообще. Это что, наша дочка? Куда она делась? Стоп! Так, ну аж... А-а-а! Вот сюда вот можно вставить. Что? Что изменилось? Это нам что-то дало вообще? А вот что-то появилось. Там как будто космос. Внутри. Ух ты. Ух ты. Ты ищешь свою дочь обратно. Я могу тебе помочь. Но сначала тебе нужно кое-что сделать для меня. Я сделаю все, что угодно, чтобы вернуть ее. Ну, кстати, про перевод я уже не один раз сказал, но он как-то даже иногда вообще не совпадает с тем, что говорит персонаж. Персонаж сказал про то, чтобы снова увидеть ее лицо. Что это такое? Это... Это живое? Ну... Так, портал закрылся. Ладно, пока что идем, куда можем. Воу! Что за жесть? О, кит, смотрите, еще лежит. Ну, вон там, конечно, жесть просто. Спасибо. Ух, ой, 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 ой. Кто это от него кусок отъел? Так, там вон пещера есть. И тоже уже вижу скелет. Ёлки-палки! Твою же дивизию, смотрите! Не знаю, стоит ли к нему подходить. Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо. Не, всё, я ухожу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо ты! Да твою же дивизию, я же бегу! Да что ж ты такой быстрый-то? Да! А как от него отбежать-то? Так, вот где меня сохранило, да? В принципе, недалеко, а это хорошо. Так, наверное, не будем просто к нему подходить. Было все нормально, пока я к нему не подошел. Но я пытался бежать, но мы бегаем не особо быстро. Вот это вот мы сейчас бежим вот с такой скоростью. И он просто догоняет меня запросто и бьет. И ничего я сделать не могу. Так, тут я ничего вроде не замечал интересного. Ничего не находил, поэтому просто идем. Эта твою дивизию. Вон он. Не, я к нему подходить не буду. Нет, он меня заметил. Нужно сюда бежать. Это по-любому значит, что он замечает. О, вход завалило. Я заметил, что здесь вот есть фигурка. Еще и подумал, как же мне ее рассмотреть-то на бегу. Я знаю об этом. Мой отец сделал подношение моря. Ну, слушайте, фигурки, конечно, жуткие, но по-своему красивые. Учитывая, что я фанат такого антуража, я бы такие металлические фигурки хотел бы на полочку поставить. Ой, посмотрите, сколько здесь, сколько здесь трупов. Асимметричная форма мне неизвестна. Я бы не рискнул взять это с собой и не хочу знать, что случилось с этими парнями. Мы укрылись в туннеле. Мы не можем вспомнить, как мы здесь оказались. Остается лишь небольшой проблеск обширного темного воспоминания, сопровождаемый шепотом. Главное остаться в живых. Нас мало, но это не имеет значения. Жил-был греческий воин по имени Леонид. Он и 300 его людей сдерживали миллионную армию. Так, нет, туда не могу пройти невидимая стена. Ммм, водолазный костюм. Опа. Я его одел, получается. Может, мне все-таки нужно как раз-таки... Смотрите, я сквозь воду вижу там что-то вон. Понятно, мне нужно туда. Давайте вначале уже глянем, что здесь еще. Туда не могу пройти. Так, прыгать я не могу в этом костюме. Бегать я не могу. А теперь сквозь глубины ты найдешь свою судьбу. Так, ну плавать я не могу. Я именно топаю прямо по дну. О, угорь. Это что, подлодка, что ли? О, угорь. Да. Да. Так. Так, непонятно, под водой тоже можно что-то интересное найти. Я имею в виду какие-то там статуэтки или не знаю, что-нибудь еще. Так, вон там вот что-то есть. Давайте тогда взглянем вначале, что у нас с этой стороны. Нет, там я не пройду. Тут ходит тоже ничего. И здесь я тоже не пройду. Тогда окей, без вариантов. Так, это я могу что? Каждый вращать? Нет, вот этот не могу. Вот этот не могу. Вот этот через один получается. Но здесь так же самое. Ну, судя по всему, нужно, чтобы узор совпал. Так, ну щелчок был. Ну, я понял, что нужно делать. Теперь здесь так же самое делаем. Значит, вот этот мы не можем вращать тогда. Вот этот вот так ставим. Щелчок, хорошо. Во! Что? Ага. Нам проход открыли. Тень и я пришли к любопытному соглашению. Отсутствие у меня сочувствия постепенно исчезло из-за страха. Как мое монотонное «я» так близко подошло к тому, что меня больше ничего не удивляет? Я потерял человечность? Не потерял, но раскрыл свой истинный внутренний мир. Как далеко ты пойдешь, Эндрю? Как далеко вы за ней зайдете? Я упаду в самую темную яму, чтобы спасти ее. Да будет так. Ух ты. Ух ты. Так, а вот и яма, да? Вот язык твой, враг твой, Эндрю. Теперь мы знаем, как тебя зовут. Зря ты сказал про самую темную яму. Ну, придется теперь падать. Жесть, конечно. Это рот. Это не просто яма. Это рот. А рот вот этого существа. Да, жесть. Ты что такое? Так, бежим, стоп. Беги. Да, почему ты не бежишь? Я зажал кнопку бежать, но он вообще не захотел бежать. Так, а это мы где сейчас? Ну, по крайней мере, не нужно заново расставлять кубики. А, подождите, какой бежать? Я ведь не могу бежать в этом костюме. Я ничего не могу делать. И как мне спастись от того? Я даже не успел рассмотреть, что это вообще. Это я, кем-тоум. Да, это да. Так, что там идет? Допустую. Да, это всё. Так, что же нам там делать-то нужно? Ну? Что делать-то? Я ведь не могу бежать Я иду, меня бьют Я не понимаю Что я должен сделать? Я не могу бежать, я не могу прыгать, я не могу Что я могу? Я ничего не могу Я могу открыть инвентарь, вот что я могу сделать, всё Это всё, что я могу, открыть инвентарь Больше никакие кнопки вообще Не работают Так, там я, получается, падаю и разворачиваюсь Давайте, может, попробуем сразу так упасть, чтобы не нужно было разворачиваться Может, вот это там одна-две секунды и сыграют роль, но я не понимаю Попробуем вот так вот обойти Стоп, подождите, а может быть не в эту яму нужно? Смотрите, тут ещё есть А хотя нет, 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 или да? Не, я не могу подойти к другой У меня выбора нет, всё-таки Я уж было подумал, что, может быть, могу выбрать Может, нужно определить правильную яму Нет, тут невидимые стены Никуда я не пройду Да? Что мне с тобой сделать-то? Я ведь не могу бежать Да чтоб ты был здоров Это будет сложно Определённо В этом костюме мы не можем бегать Мы можем просто идти А та зараза Быстрее, чем мы О, кстати, это самолёт Прямо какой-то бермудский треугольник Ну, видимо, нужно просто пробовать вот так вот И понять, куда нам пройти Чтоб как-то сэкономить какую-то долю секунды И пройти быстрее, уйти от него Так Сразу же идём, 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 идём Давайте по левой стороне попробуем То я бежал по правой Так, ну, пока что не догоняет Он прямо за мной, это чувствую Это ещё что такое? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не смотри на меня Ты меня спасло, да? Как тебе удалось зайти так далеко, смертный? Ты не одинок? Я понимаю, что не могу гарантировать твою безопасность Если ты прикоснёшься к этой реликвии Но мне интересно Так Вот это вот, что бы это ни было Оно меня спасло То есть я выбрал, видимо Просто правильный путь То есть тут нужно было чисто на выбор пути Там за ним вроде что-то было Но я хочу взглянуть сначала Вот здесь вот что Потому что идти нам больше некуда И я думаю, нас просто телепортируют отсюда Если я возьму то, о чём только что нам говорили Ну, получается, вот она, развилка Да Я первые разы, получается, бежал по самому длинному пути Получается Ну, плюс сейчас я упал и сразу же вот потопал Сразу же потопал, ничего не рассматривая Не вертясь на месте Так что можно сказать, что сэкономил какую-то долю секунды Вот там вот что-то есть Ктулху Статуэтка Ктулхи А, чушь, я думал это Загрузка идёт темно Так думаю, чёрный экран, загрузка Нужно было просто повернуться Так Ну, как я и думал, нас куда-то Вау Перенесли Но это вообще другой мир уже Ага, это же та штуковина, которую мы нашли Посмотри назад Эта протоплазменная мерзость поглотит всё на своём пути Поторопись Поторопись, найди артефакт Он имеет форму треугольника Забери его Как свой Что? Сидь Сейчас Шуть твою в дивизию Ой-ой-ой-ой-ой-ой Куда-куда бежать Чувствую знать Бежим по воде Ой, жесть такая Дай мне рассмотреть Я хочу рассмотреть всё это Ой-ой-ой-ой То есть вы тоже хотите меня поймать, да? Что за жесть происходит? Я не знаю, правильно ли я бегу Ну Вот туда, что ли? Я что-то сделал Использовать артефакт Твой путь разворачивается перед тобой Приходи Иди по пути пустоты Слушайте, у нас оружие есть Оно не сразу срабатывает Я нажимаю кнопку И буквально через Две секунды примерно Только оно начинает стрелять Через секунду Через две Где-то так Но уже что-то Уже что-то Уже что-то Так, может, нужно вот так сделать? Нет? Так, стоп, а куда мне? Стоп, посмотрите на нашу руку, кстати говоря. Стоп, вопрос, куда нам теперь нужно? Туда, а я не могу даже туда спрыгнуть, даже если захочу. Спрыгнуть я никуда не могу. Может, все-таки в глаз нужно? Только сблизи. Вот отсюда. Твой артефакт подведет тебя. Ой! Ну, судя по всему, нужно то же самое сделать. В глаз сначала дойти до глаза, выстрелить в глаз, а потом появится... Что это такое было? Его тоже уничтожить. А, вот уже идет. Ну, мы вооружены, так что... Уже как-то поспокойнее вообще, несмотря на то, что игра позиционируется как хоррор, но я бы не сказал, что она страшная. В некотором роде жуткая. Именно из-за неизвестности, из-за непонимания, что вообще происходит. Может, отсюда, нет? Нет, не думаю. Нет, не думаю. Да. Да. Нет, не думаю. Нет, не думаю. Нет. 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 Рука какая-то похожа на какую-то панель, что ли? Артефакт, который ты держишь, имеет сущность привратника. Используй его с умом. И ступай осторожно, Эндрю, потому что мне нужно время, прежде чем я смогу вытащить тебя. Что это за огонек? Главное, чтобы сзади никто не появился. Что-то музыка меня начала напрягать. Эй, почему ты... А, все в порядке. Эй, я что, тебя не добил? Почему они заново появляются? Черт, наверное, мне нужно было бежать быстро, мимо них тогда. Я себя в ловушку загнаю. Можно, наоборот, теперь как-то здесь, мимо них, пробежать. Ой, они быстрые, оказываются. Эй, ты, 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 не вовремя как-то пропусти. Да, черт, ну... Забивайте уже меня, давайте. Ну, как не вовремя, там еще это появилось, что-то. Как не вовремя. Так, ну там, в общем, нужно как-то быстро мимо них пробежать. Или все-таки сюда их привезти. И здесь оббежать. Ну, попробуем... Что-нибудь попробуем сейчас. Они вообще быстрые очень, поэтому надо как-то... Черт, я знаю. Черт, еще один здесь. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Ой, мне не сюда. Черт. Твою ж, дивизию. Мне нужно было туда, куда. Откуда, откуда во второй пришел? Вот куда мне нужно. Да, чтоб ты был здоров. Да твою ж, дивизию. Твою ж, дивизию. Не понимаю разработчиков, которые делают персонаж калеками, не умеющими бегать. Почему? Вот почему он не бежит вперед? Почему? Почему он идет вот так вот прогулочной походкой? Ну, там, смотрите, получается справа один. И один выходит как раз оттуда, куда мне нужно. То есть мне по-любому нужно как-то их именно в двоих обойти. Надо их по-любому сюда привезти. Наверное, так же самое, как в первый раз. Вот так вот. Обойти и тогда уже бежать. Ну и придет еще вот такое вот существо. Черт его знает. Давай. Где второй? Где твой товарищ? А второй где? Может по очереди попытаться одного обойти, потом вот там вот второго отбежать? Черт, кто-то знает. Сюда? Бежим, 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 бежим. Не вовремя ты. Не вовремя, ну давай же. Да чтоб ты был здоров. Ну и хватит меня бить. Дайте мне. Ну как, ну давай я не... А-а-а, жест. Давайте попробуем использовать мышку. Просто на мышке я смогу намного быстрее вот так вот вертеться как-то. Черт его знает. Попробуем. Ой, как же это сложно. Черт, ты отсюда как раз выходишь нехорошо. Нет, нет, по правой стороне идти. Попробуем эту твою дивизию. Ладно, придется их там попробовать обойти. Сзади. ВОСТОР ПОТОР Бежим, 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 бежим Так, тебя скорее Что, догоняют, догоняют Так, куда, 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 ближе Да исчезайте вы Чтоб спиной сейчас не нарваться Только еще на кого-то Что, дверь? Укройся Получилось пройти, но с помощью мышки То есть, здесь нужна была ловкость Быстро вертеться, стрелять, разворачиваться, бежать Жесть Ёки-палки, только посмотрите на его глазки Так, снова беру в руки геймпад Фух, надеюсь Не понадобится сейчас опять убегать Фух Да, на геймпаде это было очень сложно Но с мышкой получилось сразу, в принципе Оу Не, ну и глазки у него Жесть Ну туда я, очевидно Ой, жесть, что-то Очевидно, туда не пройду пока что А, я понял Руки нужно забрать у них Ой, ты, 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 ты чё? Ты, ты чего? Смотрите, он ещё глазами двигает, кстати Ой, жесть какая Нужно у них руки позабирать, сюда поставить Надеюсь, вы не против Что я ваши ручки заберу Ага Кентакли убираются И открывается проход, понял Так куда мне, влево, вправо Так, так, так Я не знаю, они могут меня убить или нет Черт его знает Жесть какая Что за жесть Что за жесть вообще Что-то Вот-то ты звуки издаёшь Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну главное, чтобы те бессмертные не появились Я только их боюсь Именно потому, что они бессмертные Ползающий хочет претендовать на высший трон Его работа разрушит мою свободу Нашу свободу И что ты предлагаешь по этому поводу Стоп, 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 стоп А вот это Ты не ползающий, нет? Слушайте, он, очевидно, может за мной побежать Две тарелки Я не могу ничего сделать Ой-ой-ой-ой Что такое? Вон там, Эндрю Вы слышите другой голос А не обращайте на него внимания Мы на шаг ближе к достижению того, ради чего пришли Не позволяйте бездне, пустоты забрать вас Вы нужны вашей дочери Следуй за мной сквозь тьму Ладно Что? Что со мной происходит? Это не важно Самое главное Обмен, чтобы зайти так далеко Твоя умственная и физическая стойкость невероятна Теперь иди прямо к берегу И используй артефакт, который ты держишь И освободи его То есть мне туда, да? Ух Ладно, хорошо Ой, еще один монолит Ходячий Хорошо, ребята Только этим мы займемся с вами уже в следующий раз Потому что тут какая-то жесть уже происходит Но тем не менее, конечно, интересно Благодаря антуражу интересно Просто потому, что я поклонник такого антуража Если бы нет, то даже не знаю Было бы ли интересно мне играть Если бы такой антураж меня так не радовал Но посмотрим, что будет дальше Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Также вы можете помочь каналу рублем По ссылке в описании А как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok